Уважаемые гости, давайте сюда, ну, как-то вообще, вот поближе присаживайтесь. Вот можно вот это крест, вот сюда присаживайтесь, ебнями, сердечно, полно, полно, сюда. Ну, по-моему, как-то не хочется. Уважаемые присутствующие, думаю, что мы можем начать сегодняшнее заседание, сегодня 27 марта, 15 часов, мы начинаем наше заседание. Прежде чем приступить к рассмотрению повестки, я хотела бы сейчас познакомить всех вас с присутствующими на нашем заседании. Одина Галина Александровна представляет филиал Крюкова, заведует отделением. Отделением, да. Агмалиева Лилия Козеловна, которая у нас не первый раз присутствует, она представляет здравоохранение, 105-я поликлиника. Зацепина Ольга Владимировна представляет филиал Крюкова, Зеленоградский, заведующий отделением. Светлана Сергеевна Данилина, я по списку иду, она представляет администрацию Крюкова, главный бухгалтер. Михаличенко Павел Николаевич, он у нас самый главный доктор, который будет сегодня нам давать информацию. Александр Васильевич Путинцев, глава администрации муниципального округа. Алла Анатольевна Брянская, которая работает с нами вплотную по всем проблемам ЖКП и является начальником отдела ДЭК. Правильно я говорю? Нариман Ахатович представляет управу, начальник отдела тоже по социальной политике. И кого я еще не назвала? Капшенков Евгений Сергеевич, заместитель главы управы по социальной политике. Кого я еще не назвала? Так, а вы у нас представитель управления социальной защитной населения района Крюкова. Ирина Литарина Алтынина. А вы прокурсила ее, да? Как вы сказали? Алтынина. Алтынина была. Еще один такой приятный эпизод у нас, во-первых, состоялись дни рождения, буквально недавно состоялся юбилей у нашего депутата Арсенникова, его сейчас нет, но он получал поздравление. Состоялся день рождения Улины Владимировны Павловой. Поэтому вот мужчины, есть у нас мужчины? Да, есть мужчины. И вы знаете, вот очень приятно в вашем присутствии почетную грамоту в учителе Мюзиковой Александра Александровне и в гену желтых хризантен. Желтый это признание для вас, для вас, для всех показываю. Мы уже вручали такую грамоту Арсеннику Сергею Васильевичу за многолетнюю работу как депутату и вручаем вот вам Александру Александровичу. Где вот аппарат? Где работает? Поверните, пожалуйста, вот так вот. Ну и грамота тоже. Ирину Владимировну, давайте, будьте добры, оставьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Теперь святая. Ну, с букетом, с букетом давайте. С букетом девочки ставить, ставить вдвоем. Конечно, вставайте. Сумели. Спасибо. Теперь давайте. Камеру поверим сюда. Значит, уважаемые коллеги, у нас форма имеется, отсутствуют депутаты палки на парламенте, не знаю, по какой причине, наверное, сейчас подъедут. Но форма есть, мы с вами имеем право приступить к нашей работе. Прошу обратить внимание на повестку сегодняшнего заседания, в которой 12 вопросов. Во-первых, давайте обратили внимание на повестку, открываем заседание, у нас все вынуждено. Прошу голосовать. Спасибо, единогласно. Прошу, уважаемые депутаты, проголосовать за повестку с некоторыми изменениями. Вопрос девятый я предлагаю перенести после второго вопроса, в связи с тем, что сейчас Светлане Сергеевне необходимо готовить очень большой объем информации. Как, вы не против проголосовать за такую повестку? Прошу проголосовать. Спасибо, единогласно. Итак, в нашей повестке... А вот и самая, герой. Да. Проходите, пожалуйста, проходите. В нашей повестке, как я сказала, 12 вопросов. И первые два вопроса, это информация руководителей. Во-первых, информация руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений района о работе учреждений в 2013 году. Я хочу сейчас предоставить слово Павлову Николаевичу. Но с вами, уважаемые депутаты, хочу обратиться к вам и обратить ваше внимание именно на то, что у вас в материалах есть основное выступление Павла Николаевича. Собственно, он вправе, я думаю, что немного сократить выступление, может быть, что-то чем-то дополнить основными какими-то позициями. Потому что статистика вся дана в ваших материалах. Поэтому, как вы считаете, необходимо, давайте проговорим о регламенте, уважаемые депутаты. Сколько минут мы даем для выступления? До 10-ти. Но по нормам нашего регламента до 15-ти можно. Так что, Павел Николаевич, пожалуйста, мы вам предоставим слово. Спасибо. Обслуживание территориального населения, согласно приказу Дирекции по обеспечению деятельности государственного обеспечения здравоохранения, который по данным годам настрой, составляет 161 200 человек. Фактически обслуживается 173 961 за счет конкретного. По статистике, ежегодное количество конкретного населения в нашем участке возрастает. В 13-м году создана трехурованная система организации медицинской помощи населения в городе Зеленограде, что позволило улучшить качество обслуживания населения, а также сократить время ожидания приема пациента к основному врачебному специалисту. По доступности посещения, наша поликлиника в 2015 году с 10-го места по Москве переместилась на 4-е место. Это проводилось независимое ангетирование, но как мы думаем, что результаты на лицо положительно не есть. В поликлинике наше многотрофильное лечебно-профилактическое учреждение, в котором прием ведется к 20-ти врачебному специалисту. На базе поликлиники расположены окружные службы, это дать только онкологическое отделение, окружная клиника диагностическая, цитологическая лаборатория, окружный гематологический кабинет. В 2015 году открыто и успешно функционирует Центр облаторной хирургии с операционным блоком и длиной стационарной 23 км. Проводится работа на сосудистой хирургии, которая позволяет проводить операции на венах, и, соответственно, в день обращения пациента в длиной стационаре. Открытый, но успешно функционирует кабинет диабетической стопы, открытый функционирует кабинет-териокабинет, который позволяет проводить ранее недоступных жителям города в пункте сочетание железы. Как я уже до этого обращал внимание, в нашей цитологической лаборатории мы обучили врача-цитолога, и теперь для того, чтобы получить данный вид помощи, у нас и длиничный район по заболеванию, считаем, и железы, наших пациентов не что-то управлять. В Москву, как раньше это делалось, всякие районы управляют, либо платно. То есть все это мы делаем на своей базе, делаем все это бесплатно. Помимо всего прочего, кабинет диабетической стопы, который тоже ранее в округе был недоступен, также работает на базе амбулаторного нашего центра, он позволяет, скажем так, сохранять и спасать многие наших пациентов с сахарным диабетом. То есть одно из нас ждет, это диабетическая стопа, с сахарный диабет, которая ведет к иммунизации и компутации. Вот эта вот работа этого диабетического кабинета позволит в разы сократить вот эту реализацию наших пациентов. С июня 2013 года открыто отделение медицинской профилактики, основная задача которого – проведение диспансеризации и медицинских осмотров жителей Зеленограда. В 2013 году более 32 тысяч жителей прошли диспансеризацию, из них около 5 тысяч отцены на профилактического осмотра. Кроме того, сейчас в поликлинике, а также в ее филиалах разъемно функционирует отделение медицинской реабилитации. Хочу остановиться отдельно, на тех возможностях отделения. В корпусе 2042 в частности у нас идет акцент на восстановление пациентов с посттравматическими поражениями подбудительного аппарата, а также пациентов, перенесивших инсульт с нарушениями моторной функции и, соответственно, параличи порезов. Те результаты, которые мы достигаем при лечении у нас пациентов, они довольно-таки хорошие и оцениваются коллегами, в том числе профильных клиник в Москве. В нашем центре реабилитации работают и кандидаты, и докторы медицинских наук, что мы, в принципе, владеемся этим. И, соответственно, и результаты. Кроме того, созданы в разрезе амбулаторного объединения специализированные отделения, которые представлены различными отделениями внутри самого амбулаторного центра в качестве кабинета филиалов, в частности, это рендиологическое отделение, отделение функциональной диагностики. Нами проводится работа по профилактике инсультов и инфарктов. У нас в каждом филиале открыты кабинеты гипертонической болезни, а также кабинеты по первичной и повторной профилактике инсультов. Успешно у нас работают с 2013 года койки демовых стационаров кардиологического и негологического профилей. В 2013 году в дневных стационарах было пролечено цифрой более 500 тысяч пациентов, но при этом ни одной жалобы на работу дневных стационаров не было. Такой положительный опыт работы дневных стационаров в 2013 году позволил нам уже в феврале 2014 года открыть дневный стационар на 10 механизмов автоматического профиля. Располагается дневный стационар на базе нашего теперь автоматического центра, который создан благодаря специально включение в состав дневной поликлиники нашего филиала в февральской клинике, но теперь это уже соответственно наше отделение. В соответствии с развитием нашей амбулаторной помощи организована и поднята на иной уровень, это патронажная служба, это работа на дому, это стационары на дому. Так у нас в течение этого года, в 2013 году на дому было пролечено более 10 пациентов с инсультом и с инфарктами окажем, те, которые отказались и специализировались в больницу. Все они живы-здоровы, мне кажется, это тоже один из показателей нашей работы. С июля 2011 года на базе филиала 1, это отбившая 252-я поликлиника, работает отделением неотложной помощи, но с феврального месяца мы перебили его на круглосуточную работу, оснастили его, это отделение, значит, многоканальный телефон, который у нас представлен на сайте, и бюллеток информационных, рекламных, доступен для населения, теперь вот эта помощь, а она будет доступна в круглосуточном режиме, мы снестили, обновили кадры, это неотложная помощь, и с каждым днем количество вызовов неотложной помощи, количество пациентов, которым оказывается, это неотложная помощь, каждый днем оно увеличивается. В отличие основное от бригады скорой помощи, нашей неотложной помощи, то в любом случае вам приедет врач, то есть обычно приезжает социальная помощь у фельджика, здесь приезжает врач и оказывает полноценную медицинскую помощь. Так вот, в 2013 году было выполнено 3625 вызовов неотложной помощи, в среднем за смену 11-12, сейчас уже у нас среднее количество вызовов, это 23-24, это практически в сутки, раз под часа у нас бригады, выезжает за медицинской помощь. На штатах учреждения останавливаться я не буду, единственное могу сказать, что укомплектованность штатными учреждениями остается в среднем невысокой, это 64% участкового нашего звена, порядка около 70, 81% укомплектованы с врачами-специалистами, но проблема это не только нашего города, проблема это общее здравоохранение, к сожалению, происходит отток кадров, причем опытных медицинских центров. Здесь, как говорится, комментарии излишни, тем более, что нагрузка конечно у нас присутствует, нагрузка есть на врачи, но средняя зарплатная плата в 2015 году у нас составила врача 70 700 рублей, я думаю, что это достойно зарплаты, мы разбрестили все вакансии на всех ресурсах, где можно разместить интернете, газеты, сайты, периодически к нам пациентам, наши доктора обращаются, но в основном вопрос, который отталкивает, которого не будет лишиться нас предстоятельно, конечно же, в расставлении жилья. Большое упражнение прикидывается повышение квалификации имеющихся кадров. Все у нас врачи регулярно проходят в обучении сертификационных циклах, при этом все повышают квалификацию, ибо так в прошлом году 84 врача повысили квалификацию, 87 средних работников, причем 37 врачей имеют высшую первую категорию квалификационных категории. Вот так, хороший показатель. Работа врачей в поликлинике, если проанализировать 12-й год по сравнению с 13-м, значит количество вызовов и количество посещений, проводимых врачами, и посещения, которые проводят у нас пациенты в течение года, выросла незначительно, но по крайней мере на 10%. Увеличилась нагрузка в основном на участковых врачей. Мы связываем нагрузку в первую очередь с тем, что проведение диспансеризации всеобщим в первую очередь вовлечены как раз-таки у нас врачи участкового терапевта. Удельный вес помощи на дому в целом, а также удельный вес терапевтической помощи на дому также вырос в тех же пределах, увеличился и вес специализированной помощи опять же на дому. То есть мы стараемся больше помощи оказывать на дому. Что же касается диспансеризации. Данное мероприятие нового проводится у нас с 13-го года. Основная цель задачи диспансеризации всем известна. В этом году программа будет проводиться, будут уже немножко другие следы. В следующие годы попадать под данные мероприятия. Из того анализа 2015 года, который мы провели, здесь имеются таблицы, я на них останавливаться не буду, но могу сказать одно, что у нас увеличилась в первую очередь то заболевание в стиле-сердечно-сосудистой системы, появление сахарного диабета, в первую очередь увеличилось количество онкологических заболеваний. Такое увеличение, в первую очередь, я связываю с активным выявлением этих заболеваний, нежели само по себе заболевание связано с какими-либо факторами, онкология или еще чего. То есть, в первую очередь, связано с выявлением. Ну, несмотря на целевую программу, в прошлом году она и была оставлена, несмотря на всеочую диспансеризацию, нами еще проводилась целевая диспансеризация. Это, в первую очередь, по раннему выявлению туберкулеза, заболевания простатой, молочной железы 6-0. Особо внимательно не уделялось проведение углубленного дистанционного наблюдения за нашими участниками двойной Великой Отечественной войны. 251 человек стоял перед дистанционным наблюдением. Из них получили стационарное лечение 173, а здесь стационарные имеются. Получились антонные росты, лечение 72 человека. Дальше у меня здесь идут таблицы, которые у нас сейчас знакомятся. По нозологиям, где рост увеличился, где рост снизился. Но, в основном, мы не превышаем среди московских прохожантов. Надеюсь, как тема не какая-то. Я докладу закончу, и с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Спасибо. Павел Михайлович. Уважаемый депутат, вопрос, пожалуйста. Павел Михайлович, год назад у нас в префектуре была встреча с печатником, и там Голорусников говорил о том, что аппараты МРТ трудно установить в старой поликлиники, в новые устанавливания. Но до сих пор не работает ни один аппарат. Значит, по поводу аппаратов МРТ. Аппараты МРТ в амбулаторной сети не размещались вообще. То есть, так как планировочные решения и подвод мощности не позволило разместить их на наших площадях, МРТ и КТ, то есть компьютерный томограф и магнитный томограф, размещены и запущены на территории больницы, на площади больницы, но для обеспечения амбулаторной сети. МРТ запущен неделю назад, и поэтому мы уже сформировали поток пациентов в нашей амбулаторной сети. Два компьютерного томографа запущены ранее, и поэтому все наши пациенты получают в полном объеме, в отдельную помощь именно от наших направлений. Более того, один из компьютерного томографа стационарно работает в областном объеме. – Какие еще вопросы? – Владимир Владимирович, вот вопрос. Мы сегодня встречаемся в второй раз. Я хотел бы вот этот вопрос, чтобы Вы рассказали про офтальмологическое отделение, которое в 9-м районе было. – Да, офтальмологическое отделение. Очень долго у нас занял вопрос перевода и приемки этого помещения и этого отделения в свой состав. В течение года в рейтинг переговоров с центром, то есть институтом микрохирургии глаза, в декабре месяце было принято решение вывезти оттуда практически все. То есть вывезли вплоть до пожалой кабельки. Так как мы и жителям нашего города уже, наверное, в течение многих лет обещали, что этот центр будет функционировать и с целью не допустить ухода высококвалифицированного инвекторов, которые там работают. С нами принято сейчас как меры, во-первых, планируется и будет создан в Зеленограде, единственное, в Москве такой окружной офтальмологический центр. То есть пока на Римаге это все уже есть, и штаты, и все есть. Сейчас нами полностью укомплектована и обеспечена работа трех кабинетов, которые являются первой ступенью к развитию офтальмологического центра в Зеленограде. Мы открыли там галукомный кабинет, который снастили, который станет в себе тоже единственным кабинет вот этой мозги, который будет полностью позволить собрать единую базу всех галукомных пациентов, которые разбросаны сейчас по всем врачам-офтальмологам. Как они, кто, кто их ведет, качество их ведения, всегда, знаете, оставляют желать лучшего. Но сейчас врачи-специалисты, высококвалифицированные, создают эту базу. Уже все микрорайоны, которые относятся к непосредственно к 21-й поликлинике, это 911 корпус, 9-й, 10-й, 11-й район, они все уже прошлись обследования в этом кабинете и взяты, уже переведена эта база туда. Сейчас в ближайшее время начнется 14-й, 15-й, 16-й, 20-й микрорайон. Туда подойдет кабинет. Второй кабинет, который мы оснастили, работает, это кабинет диабетической ретинопатии. То есть вы знаете, что один из основных факторов, приводящих к слепоте, соответственно, к инвалидности, это диабет с именно диабетической ретинопатии. То есть это слепота от диабета. Оснащение этого кабинета лазером позволит нам всех всех наших диабетик, спасать им зрение. Соответственно, не надо будет отправлять ни какие-то коврины, ни чёрки, ни центры. Всё мы будем делать внутри своего отделения. Более доход, комфортное предумание, и качество лечения будет обеспечено также нахождением этих пациентов. Операция будет в месяц. Единственное, что я могу вам сказать, что в сентябре месяце, когда вы тоже встречали, приезжал, да, Михаил Сучатников, было обещано, что полностью вот это всё армейстическое оборудование для оснащения этого центра будет закуплено. Мы ждём. За кучки или поставки? Мы ждём за кучки. Пока в ядлежа сроках. Поэтому мы ланды покупаем за собой, за бюджетные средства. Есть предложение Вера Сергеева. В прошлый раз поднимался вопрос о неудокомплитованности аптечных пунктов при поликлиниках бесплатными лекарствами или заменой лекарств менее эффективной действительной продукты. Как решается этот вопрос сейчас? Значит, в течение 13-го года у нас единственный округ по Москве, ну, конечно, фраза директора, да, должно быть звучать, у нас не было ни одного нереализованного рецепта ПДО. В Москве у нас не было ни одного нереализованного. То есть, все рецепты, которые выписывались, все были полностью удовлетворены. Да, действительно, в 13-м году мы перешли на назначение препаратов по международному патентовому названию. То есть, как бы кто ни назывался, он отцетился целой пислотой, как она отцетился целой пислотой. Есть, то есть. Но, к каждому пациенту всегда находится индивидуальный подход. И если ему препарат оказывался малоэффективным, либо у него возникали какие-то либо побочные эффекты, доказанные клинически, то этот препарат менялся и закупался для пациентов дополнительно. То есть, вопросов в 13-м году по дополнительному обеспечиванию не было. Спасибо. Какие еще вопросы? Вы ответили и правильно ответили. Дефицит кадров. Какие перспективные есть программы или что делается в Ленограде для того, чтобы вопрос снять с повестивления? Я не могу подобрать. Я не могу подобрать. Зарплату? Достойная зарплатка. Это раз. Размещение вакансий. Это два. Поверьте, я уже... все прилежащие лечебные организации Московской области мы уже как пылесос единственное, что можно решить мы уже, значит, я постоянно участвую в ярмарках, вакансиях в вузах, я встречаюсь с молодыми специалистами, которые к нам приходят, вот у нас на основании таких ярмарок, вакансий мы уже заключили соглашение с четырьмя докторами, они в июле месяце ну, в июле, после окончания вуза должны были прилететь вот эти ярмарки вакансий но в первую очередь, конечно же, все спрашивают по поводу жилья, мы даже пошли на такие спецеденты от меры, что мы готовы я готов стимулирующие надбавки компенсировать до 50% съемок жилья ну, а вот перед префектом ставился вопрос, с какой лицезнание культурезерва, у кого? у главного чек ну, а что мы вопросы какие-то есть? Указ президента по исполнению заработной платы медицинским сестрам по 2013 году в размере 66 тысяч рублей, врачам 82 тысячи рублей, потому что у нас директором государственного учреждения мы исполняем два указа, 373 и 1186 по боготическому составу, вот эти же целевые деньги заложены на сегодняшний момент, вот у меня пришла разнарядка по медицинским сестрам, у старственного учреждения должна быть зарплата, вот мы должны обеспечить 70 тысяч рублей, врачам мы должны среднюю заработную плату обеспечить 92 тысячи рублей, то есть в принципе заработная плата, деньги выделяются, согласно указу президента, я как понимаю, да, то есть они, вопрос по вас не дают, вопрос в том, что вопрос заработной платы, как уровень заработной платы должен быть, то есть денежные средства выделены по программе, которую есть, достаточно 70 тысяч рублей для медицинских сестров. Я вас огорчу, ну во-первых, вы называете заработную плату именно социальной сферой, да, у нас… Нет, 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 это указано… Нет, нет, это ваши 66 тысяч, у нас другие зарплаты, у нас другие зарплаты, у нас целевая зарплата этого года врачей это 76 тысяч, медицинской сестры 59 тысяч, это согласно указу 573, согласно, пока слушаем. Вот, я вам хочу сказать, с 1 января этого года мы перешли полностью на подушевую финансирование, вот, то есть за каждого проживающего, каждого прикрепленного к нашим поликлиниками, а как я говорил, у нас прикреплено 161 200 человек, мы получаем определенную сумму денег, я могу сказать, это 250 рублей, ну просто сумма коллекции в месяц не столько, 250 рублей. Все, вот эта вся сумма, которую мы получаем. Сюда входит все, работа окружной лаборатории, все рентген, все расходники, зарплата, коммунолога, транспорт, охрана, все. Ну, такая же система в образовании, собственно. Мы зарплату держим, мы зарплату держим, очень тяжело, но мы ее держим. И сейчас, и сейчас, даже то, что мы говорим о неукомплектованности кадров, я говорю, да, действительно, мы вакансии размещаем, да, еще что-то, но мы, если будем брать, не убрать только те единицы, которые крайне недостаточно, мы больше кадров не ждать не будем. Просто, вы сами понимаете, обеспечить зарплату увеличить количество сотрудников невозможно. Спасибо. Пожалуйста, Денис Александрович. Да, вот, диретанский вопрос. Всегда было интересно, что есть у кого спросить. А составление зарплат, вот, в бюджетной поликлинике и в платных клиниках, не знаю, там, под ним детство плюс вы не проводили мониторинг? Как различаются зарплаты? В принципе, в среднем зарплату у них, получается, от 40 до 60 тысяч, но, понимаете, там доктор принимается за прием, в зависимости от того, сколько ему записался, от, не знаю, от 8 до 14 человек. Да. А здесь все. А здесь? Всех. Понятно. То есть, мы решаем зарплату в час, сильно различаются. Да, это порядок. Пропускная способность. Уважаемые депутаты, еще вопросы есть? Нет. Какие предложения будут? Какие предложения? Пожалуйста, Виктор Ильич. Значит, дорогие друзья, сегодня в Совет ветеранов нашего района участвовал в совещании, проводил Иван Иванович, все остались с тобой. И в связи с этим возникло вот два таких вопроса. Первое. Как депутатов выйти с письмом в департамент здравоохранения к Уснулину строительному и департаменту жилища строительства с просьбой, чтобы выделяли служебное помещение, служебное режим для врачей. И врачей. Для того, чтобы мы выполнили программу. Это первое. Второе. Вот совещание проводить надо для рабочих. Ладно? И третье. Вот смотри. Это такая замечательная справа. Кто-то тут познакомился. И здесь Наталья Евгеньевна сидит. Наталья Евгеньевна. Вот работали будем. Модель, модель, где есть и здоровье. Очень хорошо. Правда? Конечно. И вот все вместе. Все вы, мы и Али. Вот взял. Хорошо. Мы работаем, конечно. Нет, но вас отстранили, а то заходили в социальную работу. Вы уже нарушаете нормы. Пожалуйста, Павел Николаевич, вот эти предложения, на ваш взгляд, вы все-таки руководители, мы не должны навредить, скажем. Мы должны поступить так, как помочь, чтобы помочь вам. Ну, если вы станете инициатором вот такой программы, да, по поддержке и по выделению жилищного фонда, хотя бы и служебного, то будет большим поспорьем, в принципе, наверное, даже через город. Вот. Еще пользуясь случаем, я бы хотел бы делать то, что мы сейчас проводим эту всю общую дистанциализацию, и, понимаете, возникает определенный перекос. Такое впечатление, да, что забота о здоровье, да, заинтересованность, да, возможно, на врачах. То есть мы бегаем, пытаемся зазвать, чуть ли не в коридорах, наших пациентов на дистанциализацию. Даже они сами не могут. Даже несмотря на то, что мы сейчас начали работать по субботу для того, чтобы привлечь работоспособное население, работающее население, то, которое в течение недели в Москве находится. Да, там есть определенный там уже организационный момент по дистанциализации, но все же, все же. Я обратился и к нашему главному праву с целью, чтобы они оказали нам тоже определенную помощь в информационном воздействии на наше население в плане размещения на своих стендах, на своих газетах, в своих газетах или еще где-то информации по дистанциализации. Вот, я бы хотел, чтобы мы показали. Текст предложили, его тут по правам, да? Текст мы разошлем. Сейчас мы, во-первых, отдали в печать еще буклет информационный, который можно было цветнее, чтобы можно было тоже ответить. Вы на наш адрес тоже направьте, и мы вместе уже, если кто-то позаботит, то мы вместе, кто-то из нас точно не упустит вот эту вот проблему. Так. Какие еще есть предложения? Нет предложений? Принять. Ну, наверное, прежде чем все-таки нам принимать, мы должны, я выражаю свое мнение, вспоминаю наше заседание прошлого года, конечно, с горечью, вот с какой-то, с таким осадком мы ушли все, наверное, с этого заседания. И вот за год все-таки я тоже не первый раз присутствую на ваших встречах с ветеранами. Вы знаете, сделано, на мой взгляд, сделано очень много. Очень много сделано. Другое дело, что достичь совершенства, конечно, еще не удается. Но надо учитывать, что вот этот период реформы, он все-таки не предполагает, что за один год вообще все можно сделать. Но сделано очень много. Поэтому те вот проблемы, которые поднимали сегодня, уважаемые депутаты, я надеюсь, Павел Николаевич, вы возьмете на вооружение, уважаемые помощники Павла Николаевича, возьмете на вооружение. И хочу тоже от тебя высказать такую вот просьбу. Это часто слышишь от населения, когда приходят они на прием и где-то час, порой бывает, нет врача, говорят, что на совещании, вот как бы вот этот вопрос все-таки урегулировать. Вот о чем Виктор Иванович сказал, и я поддерживаю его в этом плане, что все-таки как-то, ну как-то подумать надо. На самом деле, когда врач не приходит на прием своевременно, значит, очередь вся сдвигается, время нарушается, естественно, и вот происходят вот разные такие неприятные моменты. Вот если это возможно, то вы примите устную такую нашу просьбу. А все, что предложил Виктор Иванович по поводу обращения, мы внесем в наше решение и подготовим материалы. И, наверное, хотелось бы вас попросить о том, чтобы вы нам тоже помогли в этом, потому что формулировки должны быть грамотные. Мы не специалисты в этой области, поэтому давайте мы подумаем, когда встретимся, созвонимся. Телефон у вас есть, пожалуйста, и давайте мы поработаем, подготовим письмо такое, которое, в общем, не стыдно будет направлять в высокие инстанции. – У меня все есть, у вас есть какие-то голосования? – Давайте голосовать. – Спасибо, Павел Николаевич, уважаемые депутаты. Обратите внимание на проект решения. – Вот добавление. – Значит, да, вот с этими добавлениями, которые мы сейчас проговорили, мы, значит, принимать можем за основу этот проект. Есть у вас выборные депутаты? – Нет. – Голосуем, пожалуйста, позади. – Прошу вас. – Спасибо, уважаемый Павел Николаевич и все присутствующие ваши коллеги. Значит, как только мы решение это отработаем, дополним, мы направим в наш адрес это решение и выполним то, о чем договорились. – Я предлагаю вам поприсутствовать на следующем вопросе, потому что здравоохранение, соцзащита – это, в общем-то, два таких направления серьезных и взаимосвязанных. Предлагаю слово взять Наталье. – Я не... – А? – Нет, нет, после того. – Да. – Добрый день, уважаемая Алина Сергеевна, уважаемые депутаты, добрый день, уважаемые приглашенные. В 2013 году работа филиала Крюкова осуществлялась в соответствии с государственным заданием. В рамках реализации государственного задания отличные виды услуг были предоставлены почти 6 тысячам клиентам. Выполнение годового плана составило 100%. В этом году государственные задания у нас увеличены. За счет того, что прошла оптимизация, у нас сокращено отделение социально-медицинского обслуживания на дому до 60 человек. Но появилась возможность увеличить количество мест в отделениях социально-бытового обслуживания до 1470 мест. С 1 апреля увеличивается количество мест в отделении дневного пребывания несовершеннолетних. В прошлом году у нас было 30 человек. В этом году мы имеем возможность принять 45 детишек. Категории граждан, обслуживаемых на дому, представлены в таблице. Доклады есть, да? Большая часть семей, обратившихся в учреждение в 2014 году, это малообеспеченные, многодетные и неполные семьи. Общее количество семей, обратившихся в филиал, 4367 семей. Основные причины обращений – это оказание социальной помощи, детско-родительские взаимоотношения, оздоровление детей и подростков, организация досуговых мероприятий. В общей сложности в детскими отделениями оказано 30 609 услуг. Количество оказанных социальных услуг отделениями надобного обслуживания – 654 122 услуги. Наиболее востребованные в 2013 году были услуги по покупке и доставке продуктов питания, покупке и доставке промышленных товаров, оформлении документов версии, оплата коммунальных услуг и задействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению лечащего врача. Социальные услуги предоставляются как бесплатно, так и на платной основе. В 2013 году Центром предоставлено 2123 услуги на платной основе на сумму 441 000 рублей. Информация об услугах, оказываемых филиалом, регулярно размещается на информационных стендах в учреждениях социальной защиты населения, на сайте управы района, на сайте ТЦСО «Зеленоградский» и в газете «Крюковские ведомости». Но, как показывает практика, при том, что мы уже стараемся и на информационных стендах, и на встречах с населением освещать те услуги, которые мы оказываем, но все равно есть такая категория населения, до которой наша информация, к сожалению, не доходит. В 2013 году заведующими отделениями проводилась масштабная работа по мониторингу отдельных категорий граждан. По поручению правительства Москвы было проведено обследование инвалидов 1-й группы и инвалидов 2-й группы 3-й степени в целях изучения уровня их социальной защищенности. По результатам проведенной работы инвалиды 1-й группы обеспечивались товарами длительного пользования, тревожными кнопками, полностью была удовлетворена нуждаемость в надобном обслуживании. Продолжается работа по удовлетворению потребностей в бытовой технике инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Через отделение срочного социального обслуживания различные виды помощи получили более 4-х тысяч человек. И в этом году у нас была введена новая форма социального обслуживания – это электронные сертификаты. Мы проводили встречу с советами ветеранов, с представителями общества инвалидов, рассказывали с населением, рассказывали, что это такое, что из себя представляет социальный сертификат. Это новая форма. Человек имеет право теперь выбирать сам нуждаемость в тех или иных видах продуктов. Если раньше мы получали продуктовый заказ, и человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, приходил за этим заказом, не всегда его устраивал набор. Сейчас он, получая 500 баллов на социальную карту москвича, идет в магазин и сам выбирает те продукты первой необходимости, которые он считает нужными. Все-таки к этому мы шли несколько лет. Мы очень активно развиваем работу по привлечению спонсоров. К различным мероприятиям, праздничным памятным датам, спонсорам предоставлено 330 праздничных продуктов, наборов и других подарков на сумму более 400 тысяч рублей. Организованы благотворительные обеды в кафе, ресторанах, чаепития в отделении в центр на сумму более 100 тысяч рублей. В 2013 году сотрудники филиала принимали участие в акции «Поготовимся к школьному балу». Акции «Семья помогает семье. Готовимся к школе». К участию в акции были привлечены 4 организации и 65 человек, которые представили 3 384 единицы различных товаров и школьных предотвежностей. Активно развиваются новые формы работы в отделении дневного пребывания. В 2013 году работа проводилась в соответствии с программой «Лучшая половина жизни», цель которой – это социальная, физическая и психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов. Для более полного и качественного решения поставленных задач разработан комплекс мероприятий «Активное долголетие». Это спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные при общении клиентов к здоровому образу жизни, занятий физкультуры, спорта, поддержания физического и психологического здоровья. Важное звено среди прочих направлений – социальная реабилитация – это просветительская деятельность. Людям старшего поколения, по частности, не просто ориентироваться в современном мире. Для них проводятся тематические лекции, организуются встречи с представителями районных управлений социальной защиты, пенсионного фонда, представителями опорных пунктов общественного порядка. Но вот, к сожалению, участковые инспектора и вообще с ОВД, как бы, вот у нас не совсем складываются отношения, я уже пожалуюсь, можно, да, потому что инспектора игнорируют наши просьбы и в части, мы же курируем выпускников интернатных учреждений, и есть такие проблемные вопросы, когда необходимо их присутствие. Но они, как правило, на наши просьбы не отвлекаются. Для организации досуга граждан старшего поколения в Крюково используется клубно-кружковая форма работы по следующим направлениям. Это музыкально-литературное, просветительское, культурно-досуговое, декоративно-прикладное творчество. Очень приятно, когда жители нашего района находят для себя занятие по душе в нашем филиале. И вы знаете, вот заметно, конечно, увеличилось число жителей, которые посещают наш центр. Это не в рамках отдельных дневного пребывания, а просто приходят и проводят там свой досуг. Это и мужчины, которые у нас играют с удовольствием в шашки, шахматы, бильярды, проводят спортивные соревнования. Жители округа, которые занимаются скандинавской ходьбой, которые занимаются дыхательной гимнастикой. Многие из вас, наверное, видели на улицах лет в летний период, наши замечательные женщины старшего возраста, мужчины там, правда, редко попадаются, занимаются дыхательной гимнастикой. Раньше это вызывало удивление у жителей близлежащих районов. Сейчас это воспринимается как норма. Важную роль социальной реабилитации и граждан старшего возраста играет психологическая помощь. За 2013 год помощь специалистов Московской службы психологической помощи населению в виде бесед, консультаций, сеансов, релаксаций, психологических тренингов в отделении дневного пребывания получили более 500 человек. С 2013 года Московская служба психологической помощи населению пришла к нам в департамент. И теперь мы совместно с ними оказываем услуги гражданам. Это в основном, конечно, граждане старшего возраста, инвалиды, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вот, к сожалению, с детьми они у нас не работают. Тут тоже проблемы. В течение года проводились массовые праздничные мероприятия для жителей округа и уличные гуляния. «Гуляй широкая масленица», «День победы», «Осенние посиделки», «Праздники двора», посвященные празднованию дня города, «День открытых дверей». У нас стала доброй традицией проводить практически ежедневно у нас разработана в центре такая программа «Выходи во двор, поиграем». Когда специалисты отделения социальной помощи семье и детям выходят и организуют мамочек, гуляющих с маленькими детьми, на придворовой территории. И детки, и мамочки активно включаются в эти мероприятия. Заканчиваются это обычные лечеи и питием, или какими-то мероприятиями уже в центре. Вот так мы еще дополнительно информируем население о том, чем мы занимаемся. Выполняя программу социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения, проводилась работа по оказанию различных видов адресной помощи многодетным, неполным, малообеспеченным семьям. Сегодня я приехала в совещание у министра нашего департамента, и до нас доведена информация, что с апреля 2014 года мы же проводили тоже анкетирование многодетных семей, имеющих детей и инвалидов, с целью выявить их нуждаемость в тех или иных видах социальных услуг. И вот с апреля 2014 года у нас стартует программа по удовлетворению нуждаемости этой категории населения. Упор в отделении социальной помощи семье и детям делается на взаимодействии с семьей. Совместно с различными учреждениями и общественными организациями проводится выявление, профилактика реабилитации семей, нуждающих в социальной поддержке, и адресной социальной помощи. С целью выявления социально неблагополучных семей, профилактики семейного неблагополучия, проведения эффективной реабилитации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, адаптации выпускников интернатных учреждений и всестороннее развитие личности ребенка, разрабатываются программы на базе отделения социальной помощи семье и детям и отделения дневного пребывания несовершеннолетних. Так, в 2014 году у нас была разработана замечательная программа, развивающая программа для деток от 1,5 до 4 лет. Мамочки приходят с детьми, пока педагоги занимаются с детьми, развивающие занятия проводят. Мамочки имеют возможность заняться собой. Для них организованы фитнес-занятия, там же дети находятся у нас в одном помещении, мамочки занимаются с инструктором или спортивными мероприятиями проводят, готовят для детей спортивные мероприятия или же занимаются фитнесом для себя любимых. Вот эта программа пользуется большим спросом и приходят папочки вместе с детьми, не только мамочки. «Разработаны» программы семейных клубов «Светелка», «Звезда», «Мама плюс», «Факультет просвещения», «Организация семейного досуга». В факультете просвещения мамы из многодетных семей, мамочки-профессионалы в том или ином виде или роде деятельности рассказывают другим, например, мама-стоматолог рассказывают о том, как заниматься профилактикой раннего кариеса. Мамочки там какие-то рукодельницы показывают, как изготовить что-то для дома. Бывают такие вот чаепития, когда мамочки-рукодельницы готовят своими руками там какие-то или пироги или сладкие блюда и обмениваются рецептами с другими. Вопросы есть у вас? Есть. Пожалуйста, Александр. У нас есть человек отвечает за соцобеспечение. Что у нас будет с картами соцобеспечения? Ну, это немножечко, вот вы знаете, это район управления социальной защиты населения, занимается картами. Вы занимаетесь. Вот видите, вот о чем я говорю, информированность населения, понимаете, мы с вами даже не знаем, чем занимается. В функции Центра социального обслуживания населения входит обслуживание граждан старшего возраста на дому, обслуживание социально-бытовое и социально-медицинское, входит работа по выявлению проблемных семей. Ну, вот, к сожалению, картой москвича мы не занимаемся. Кого спросить за совет? Районное управление социальной защиты населения. Аблина Татьяна Александровна. Александр Сергеевич, обратиться к Аблине, Татьяне Александровне. Аблина Татьяна Александровна. Можно я еще, извините, пожалуйста. Если вам нужно, вы мне вопросы дайте, мы зададим на оперативное совещание по Васильевне. Зададим и я вам все доложу. Если нужно будет, просто можно инициировать, пригласить сюда дать ансамбль на Аблину или кого-либо из начальника управления. Александр Сергеевич, полгода уже. Версия Сергеевна, можно мне еще буквально два года? Значит, во-первых, я хотела бы, вот Павел Николаевич рассказывал о том, что работают в школу здоровья. Я хотела бы сказать, что на базе филиала работает школа здоровья. Спасибо большое Павлу Николаевичу. Она организована была по его инициативе. Она пользуется большим спросом у граждан. Туда приходят врачи-специалисты и рассказывают о профилактике вторичных заболеваний, о проблемах людей старшего возраста. У нас работает школа по уходу. Это для родственников тяжелобольных людей и инвалидов. Занятия ведут там преподавателя медицинского колледжа номер 8. И еще я хотела бы поблагодарить Версию Сергеевну депутатов управу района Крюково. Так как до меня дошла информация, вы знаете, мы же стараемся, мы переехали в новое здание, мы стараемся благоустроить свой центр. Но не все в наших силах. И вот, насколько я знаю, что у нас появятся сейчас лавочки у центра, у нас появятся урночки у центра. Еще, значит, нам, конечно, очень хотелось бы высадить зеленую аллею. Это по желанию наших... Вот у нас была Павкина, Светлана Николаевна, я ее сейчас не вижу, на последней встрече с жителями района. И, значит, жители высказали просьбу высадить арею вот у 2014, да, центральной части. И еще просили управу Крюково и совет депутатов обратить внимание, что в нашем районе, районе Крюково, нет танцевальной площадки. А вот им очень хотелось бы, чтобы она была... Держим в уме. Держим. Уважаемые коллеги, давайте все-таки мы подведем такой вот итог этому блоку и поблагодарим еще раз Павел Николаевич вас, Наталья Евгеньевна вас, всех присутствующих. И передайте наши слова благодарности всем коллективам вашим, потому что работа проводится, на самом деле, огромная. Для нас, депутатов, та информация, которую мы получаем, она очень важна. Мы будем использовать ее в работе. И особенно важны вот эти вот печатные материалы, которые на руках у каждого депутата есть. Это ваша огромная работа, и цифры для работы депутатов и жителями, конечно, будут использоваться. Мы желаем, чтобы в будущем вот такое взаимодействие, оно и продолжалось, и целесообразно все-таки проводить вот наши собрания вот именно вот этим блоком, потому что я чувствую, что есть точки соприкосновения. Поэтому тут все вот хочется пожелать только улучшения. Спасибо вам большое за участие. И, в принципе, вот вы можете быть свободными. Спасибо вам большое. Не, а решение-то приняло. А, решение-то приняло. А, решение-то приняло. В этом случае. Приняло, конечно, уважаемые депутаты. Ну, вот переходим к проекту нашего решения. Здесь мы принимаем информацию в связи, направим также, Наталья Евгеньевна, вам информацию, вам решение наше направим. Кроме этого, мы направляем и по тому, и по другому вопросу в префектуру решение наше, и направляем департаменты и здравоохранения, и территориальных органов, то есть и соцзащиты. То есть вы имейте в виду, что информация проходит по всем инстанциям. Так что, уважаемые депутаты, предложение поступило голосовать. Да, да. Пожалуйста. Спасибо, идите на голосование. Спасибо вам всем. Спасибо. Уважаемые депутаты, как мы с вами договаривались в самом начале, Значит, у нас сейчас девятый вопрос Светлану Сергеевну по вопросу о проекте решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа. Послушаем, пожалуйста, Светлана Сергеевна. Девятый вопрос. Одну минуту, Светлана Сергеевна. У вас отдельная информация есть по этому вопросу? Посмотрите. Нет. Отдельный блок, по-моему. А, по блоку, да. Прошу прощения. Немножко неплохо. Извините. Об исполнении бюджета муниципального округа Крымкова за 2013 год. Мы решили, вот этот проект решения мы рассматриваем как бы тремя этапами. Сначала мы рассматриваем проект решения, потом мы объявляем по проекту публичное слушание. И уже после того, как мы получаем заключение контрольной счетной палаты на наш годовой отчет, мы уже непосредственно принимаем само решение об исполнении бюджета в прошлый год. Значит, вот все таблицы, в каком виде мы принимали бюджет, вот все таблицы такие с расходами, они в таком же виде вам даны. Соответственно, бюджетно принимали решением Совета депутатов 25 декабря 2012 года, это на 2013 год, я сейчас рассказываю, да, бюджетно. Принимали сбалансированный бюджет по расходам и доходам в размере 56 миллионов, 127 с половиной тысяч рублей. В течение 2013 года, значит, по решениям Совета депутатов, бюджет был увеличен по расходам на 3 миллиона 132 тысячи рублей за счет собственных средств бюджета муниципального округа. И была выделена дополнительная еще субсидия из бюджета города Москвы для цели повышения эффективности осуществления Совета депутатов муниципального округа в бюджетном полномочии города Москвы, переданных в соответствии с законом города Москвы номер 39, еще на 2 миллиона 134 тысячи рублей. Таким образом, на 1 января 2014 года бюджет муниципального округа по доходам составил 58 миллионов 268 с половиной тысяч рублей, по расходам 61 миллион 393 с половиной тысячи рублей, по источникам финансирования бюджета 3 миллиона 132 тысячи рублей. Фактически выполненный план по доходам на 1 января 2014 года составил 55 миллионов 645,8 тысяч рублей или 95,5 процентов от утвержденных осигнований, в том числе по налогу на доходы физических лиц мы выполнили план на 105 процентов, а вот по безвозмездным поступлениям на 92 процента. То есть по субвенциям мы выполнили план на 100 процентов нам дали, но в течение 2013 года мы возвращали остатки средств субвенцией и остатки субсидий, которые нам давали в 2013 году. Исполнение местного бюджета по расходам составило 57 миллионов 206 тысяч рублей или 93 процентов от утвержденных осигнований. В общем-то, бюджет в итоге был исполнен с фактическим дефицитом в 1 миллион 154,9 тысяч рублей. Источником финансирования бюджета являются остатки средств на счетах по учету средств бюджета. В целом, при исполнении расходной части бюджета осуществлялся контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства и целевым использованием средств. Годовой отчет об исполнении бюджета был направлен в полном объеме в контрольную счетную палату города Москвы для проведения внешних проектах. Я прошу дополнить председателя бюджетной комиссии Людмилу Сергеевну, пожалуйста, Светлана Сергеевна, вы попросите. Есть что сказать, Людмилу Сергеевну, по-моему? Я предлагаю, так как со всеми документами, со всеми таблицами, которые были нам направлены, мы все знакомы и уже, скажем, не только в электронном виде обсуждался этот вопрос. В принципе, показатели взаимовязаны. Я предлагаю, скажем так, первым чтением принять проект исполнения бюджета за 2013 год и, соответственно, направить, в соответствии с положением в бюджетном процессе, направить в контрольную счетную палату для проведения внешней проверки, по результатам которого потом мы будем готовить заключение, организовать публичные слушания и разместить в связи с массовой информацией принятое решение. Все у нас так? Да, спасибо. Уважаемые депутаты, давайте посмотрим, вот по эти решения у нас дата публичных слушаний обозначена 30 апреля. Да, это соответствует всеми требованиями, поэтому сказать особо и нечего. То есть в дальнейшем более серьезная работа пойдет по бюджету, поэтому будем рассматривать еще не один раз. Пожалуйста, пожалуйста. По бюджету, чем мы руководствовались, как мы принимали решение обозрать суббенции в части? Мне кажется, ну, опять же, я дилетант в этом смысле, но кажется, у нас дефицитный бюджет, при этом мы вернулись суббенции. А суббенции мы не можем не вернуть, потому что у нас исключены соглашения с теми, кто дает суббенции. Департамент финансов, Департамент культуры и Департамент физической культуры и спорта. И там прописано, что если мы не тратим 100% вот этих средств, то мы остаток следующих влагов возвращаем. То есть мы их возвращаем только те, которые мы не потратим. Да, и мы их возвращаем, да. А, соответственно, дефицит, он сообразовался из-за перерасходов по другим статьям, не по этим. Дефицит мы принимали. Если мы, например, увеличиваем расходы, да, но не увеличим при этом доходы, нам просто их не кто-то увеличивает, то это дефицит, да. Если мы приняли 3 миллиона дефицита, все, дефицит фактически там в половину образовался. Правильно ли я понимаю, что по сути у нас технический возврат этих суббенций, то есть мы о нем не думаем, мы его не рассматриваем. Мы его даже не планируем, потому что... План мероприятия, мы его выполнили там на 98%, соответственно, 2% мы возвращаем. Все, спасибо. Мы просто обязываемые. Вопросы есть еще, уважаемые дефицитаты? Какие предложения будут? Я правильно, то есть по результатам прошлого заседания, насколько мы когда возвращаем деньги, то есть на эту сумму следующий бюджет следующего года не уменьшается? Нет. Это просто... Какие предложения будут? Принять? Принять. Прошу проголосовать, уважаемые дефицитаты. Спасибо, Светлана Савьевна, убедительная. Это прежде всего связано с госполномочиями, которые с 1 апреля их вообще не поменяли. Итак, следующий вопрос по повестке, это Алла Анатольевна. Вопрос, который рассмотрен был нами на заседании комиссии 18-го числа. И, в общем-то, материалы, как мы и договаривались, уважаемые депутаты, материалы подработаны, суммы появились. То есть работа проведена очень большая и серьезная. Пожалуйста. Значит, мы на добычей толпе с вами уже обсудили, что наши деньги, которые выделяются на стимулированную право даемов, это возвращенные налоги, заплаченные жителями за те или иные мероприятия, по которым они были расшифрованы. Значит, раз в полгода динцессы возвращаются на счеты права, и мы обязаны согласовать с советом депутатов для того, чтобы решить, как динцессы будут потрачены. Значит, мы на прошлом рабочей группе с вами все уже обсудили, было предложение потратить следующим образом 2 миллиона выделить на ремонт асфальта, 1,5 миллиона выделить на работы по обращению граждан или по обращению на портал, и 6 миллионов, там, 200 тысяч с копейками, значит, выделить на проведение работ по актуализации паспорта в дорогу территории. Значит, есть у вас никаких возражений, в прошлый раз не было, мы все объяснили, сейчас ничего не изменилось. Пожалуйста, какие есть вопросы, какие-то? По-моему, только вопрос, который по приоритизации, который мы просили. Ну, и так, мы пересмотрели таблицу, все расставлено, вначале идут те, которые остальные, ну, в смысле, обязательно порядку нужно сделать, и к концу таблицы те обращения, которые могут подождать. То есть, в случае, если денег не хватает, мы делаем их четко, выбираем, таблицы могут быть. Логически. Какие вопросы? Есть, еще нет? Нет, предложение. Золото обсуждали, но привезли. Да, предложение. Принято. Значит, посмотрите проект решений, адрес Немевич, не все представлены. Мы их принимаем и направляем вам, Анатольевна, и публикуем в московском лесенке, в муниципальном лесенке. Спасибо вам за большую работу. Спасибо. Так, следующий вопрос по повестке нашего заседания сегодня, это подготовка, по плане подготовки к 70-летию. Пожалуйста, Евгений Сергеевич. Добрый день, уважаемые депутаты, пригласованные. Сразу хотел принести извинение, что план был выслан практически недавно, так как вы попросили на предыдущем заседании включить достаточно большой блок финансирования, финансирование на 2014-2015 года. Поэтому на сегодняшний день, еще если вы обратите внимание в этом плане, еще некоторые финансирования не согласованы по некоторым мероприятиям. Но в целом, как бы, уже понимание есть. Мы согласовывали финансирование. Также мы учли почти все предложения депутатов, которые были направлены на муку. Также мы переработали планы районного ветеранского совета. Несколько мероприятий также были включены в этот план. То есть, это вида в плане. Также многие мероприятия были внесены в данный проект плана и по молодежной политике. Отдельно был разработан еще дополнительный план по молодежной политике, который более детализированный, но это под молодежную политику. Он тоже был вононаправленный. Сразу обращу внимание на некоторые моменты, чтобы не поднимался этот вопрос, я готов сразу ответить на него, перед тем, как перейдем к плану. В плане нет конкретных фамилий и имя отчества, то, что просили депутаты. Такого мы не можем сделать в этом плане, потому что у права района Крюхо у нас есть один ответственный человек, и он отвечает, это глава. Естественно, за этот план отвечаю я, как зам главы по социальной политике, за этот план. Поэтому конкретных ответственных нет, здесь есть в целом у права. Что... А, теперь перейдем к плану. Нероприятие... А вы что предлагаете, сейчас по всем позициям пройти, да? Я готов пройти по вопросам, потому что план был направлен, либо давайте по вопросам. Главное направлено, конечно, основательно мы его не изучили на сегодня, но изменения не произошли по существу. Они произошли с добавлениями в связи с нашими просьбами. Давайте мы вопросы, все-таки какие вас волнуют, вот пообсуждаем немножечко. Можно я начну, уважаемые депутаты? Ну, меня волнует, конечно, два вопроса, вы уже предполагаете, Евгений Сергеевич, это, конечно, скульптура наша, женщина-победитель, женщина-воин, и рубеж Славы Каменьки. Вот здесь не заложено финансирование, значит, как вообще, что на сегодня давайте, что на сегодня предпринято, значит, и что... Открываться там тоже запланировано в 2015 году, если посмотреть дальше, структурно-массов в мероприятиях, но с выполнением данных пунктов, пункта 13 и пункта 14. Давайте расскажу, какая была проделана работа в этом плане. Данный проект... Был вас в буду краток, если нужно будет задать вопрос. Данный проект оценивался примерно в 17 миллионов рублей. Это рубеж в Крюковске, в Каменках, где-то порядка 15 миллионов рублей оценивался по сметам. И это скульптура «Женщина-победитель», как мы уже поняли, это «Женщина-победитель», потому что есть много разных рабочих названий, «Женщина-воин» и так далее. Поэтому «Женщина-победитель» оценивался порядка в 6 миллионов рублей. На сегодняшний день мы пересмотрели данные с мета, пересмотрели с организацией, которая была заказчиком муниципалитета, с Эльбрусом. На сегодняшний день мы снизили данные цифры. Как вы видите, они здесь уже в плане чуть-чуть другие. Это до 1 миллиона рублей – это скульптура, и до 11 миллионов рублей – это благоустройство в районе деревни Каменка. То есть до 11 миллионов. Также есть понимание по снижению расходов по деревне Каменки вплоть до 5 миллионов рублей. Но это упразднение материалов. Объясню, почему мы идем сейчас на эти моменты. Касаемо данной скульптуры и данного захоронения в деревне Каменки, не было заложено финансирование. То есть не было заложено финансирование в 2014 году. И в общем-то в 2015 году, если мы заложим финансирование, мы просто не успеем до 9 мая 2015 года это сделать, эти работы сделать. Поэтому мы стали перерабатывать сметы. На сегодняшний день мы имеем цифры 1 миллион и 11 миллионов. И данные цифры уже легли в план на оргкомитет, который прошел на этой неделе под председательством мэра Москвы Сергея Семеновича Самянина. В плане у Анатолия Николаевича Смирнова была уже закинута первая просьба Сергея Семеновича Самянина по данным двум проектам. Что касаемо дальше наши какие действия. Как вы знаете, 16 апреля будет оргкомитет наш окружной под председательством Смирнова, Анатолия Николаевича нашего префекта. И данные вопросы будут подниматься там, на этом оргкомитете. Поэтому на сегодняшний день мы ищем финансирование на данные два проекта. После этого оргкомитета будут какие-то решения. И дальше мы пойдем, либо же мы будем понимать, что это будет выделение какое-то отдельно от нашего мэра именно на этот проект. Как было много разных примеров. Когда он приезжал к нам в гости, когда депутаты просили ему о некоторых вопросах. Либо же мы пойдем по пути инвесторов, наших предпринимательской и спонсорской помощи в рамках этого проекта. Вот такие у нас сегодня есть пути решения данных проектов. Реализация данных проектов. Можно немножко по подробности? Вы сказали, что упрощение материалов или как там фразу вы использовали. То есть у нас вообще все изменится, я так понимаю. Нет, сам формат все останется такое же, но допустим, если в проекте на сегодняшний день за 11 миллионов мы меняем все покрытие, всего захоронения. Мы меняем ограждение, которое, кстати, было сделано буквально полтора года тому назад, новое. Меняем на чугунное и со звездами, да, что было в проекте. То есть и делаем, например, не гранитную крошку, а бетонную крошку, то тогда мы проект можем сократить вот именно на эти 5 миллионов. И реализовать его хотя бы в таком виде. Также в проекте за 5 миллионов убираются архитектурные малые формы, это скамейки, урны, то есть они также не помещаются. Но в дальнейшем, в 2015 году мы можем заложить как благоустройство территории и малые формы включить в этот план. То есть как бы чтобы это все устроить. То есть, да, но делаем первые шаги, поэтому на сегодняшний день мы пока предоставили, сейчас компания Эльбрус нам предоставила аж 4 сметы. Это 11, это 7, это 6 и 5. То есть вот такие как бы ответы. То есть по снижению материала. Данные предложения будут выложены нашему префекту Анатолию Николаевичу Смирнову для принятия решения. На ордене текста. А вот на эту встречу, уважаемые депутаты, значит не все из вас конечно знают, вот Александр Васильевич, мы были вместе с ветеранами на приеме, Евгений Сергеевич, на приеме у Сверидовой Натальи Анатольевны. Где обсуждались вот эти вопросы. В основном вопрос конечно денежный, откуда взять деньги. И вот там шел разговор Евгений Сергеевич о том, что как раз на заседание оргкомитета можно пригласить тот же Эльбрус, который расскажет о своем проекте, покажет слайды. И префекту будет проще воспринимать вообще, что это такое и откуда это взялось. А так у нас могут тоже возникнуть какие-то, какое-то непонимание, что это вот придумано кем-то, извините, и все. Вот будет использоваться этот подход или нет? Ну компанию Евгений Сергеевич мы не видим, что лисообразно приглашать, а там будет выступать глава управы Медведева Тача, или это естественно его выступление. То есть использование вот этой его? Конечно, мы будем предоставлять именно того, что мы сейчас за две недели с компанией Эльбрус, им отдельное спасибо, потому что они очень много сделали работы, потому что они должны были сделать одну смерть, а мы их просили уже в два раза поменять эту смерть, и плюс они предоставили очень большой спектр. Хорошо. Какие вопросы еще? Делают по 32-й позиции организации торжественного открытия улицы Веры Тарасова. В прошлый раз мы об этом уже говорили, постановление пришло, здесь стоит 15-й год. Оно уже названо. Оно уже названо. Будет ли эффект, если через два года, после того, как она уже везде действует, будет открытие? Здесь также могу ответить. У нас не было заложено финансирование в 2014 году, и если нужно открытие, чтобы мы все вместе собрались, перелезали какую-то ленточку где-то в середине и открыли эту улицу, это одно. Это мы можем организовать даже в этом году, этим летом. Если необходимо также было предложение с установкой мемориальной доски, если вы видите, тогда добавление. Если с установкой мемориальной доски, следовательно, мы будем понимать, где мы делаем открытие, то есть и делаем, вот как видите, тут тоже бюджет мы закладываем, мы делаем какой-то небольшой концерт, то есть какое-то мероприятие, и делаем красивое открытие этой улицы. То есть точнее было бы правильнее сказать, не открытие, это же открытие улицы, а открытие доски. Доски, да. Улица уже год существует. Лагринентка тоже, это же там доска, уже улица сколько действует. Так, к 70-ти лету все будет делать. К 70-ти лет, то есть это просто тогда не одно, а там несколько дождь будет. Может быть написать тогда праздничное какое-то мероприятие, или что-то еще. А то есть, у нас не пойдет население, когда мы уезжаем. Какие еще вопросы есть? Есть, продолжение. 33-й пункт. Организация и проведение реконструкции битвы за Москву. В 2015 год. План о плане подготовки к празднованию 70-й годовщины победы Великой Отечественной войны. Так когда мы будем делать вот эту организацию битвы? Это планируется летом 15-го года, посвященное к 70-летию, то есть такое грандиозное. Оно уже в некоторых раз мероприятие. Мы сейчас битвы за Москву, а декабря же битвы за Москву. Не, ну у нас весь год будет честование праздничества этой даты, поэтому... Не этой даты, а даты победы. Да, даты победы, да. Ну, может быть, здесь тоже подкорректировать название, вот не вы с вами. Не битва под Москвой. Чего там придумывать? Или события, или битвы, или что-то такое. Потому что битва под Москвой не конкретно, да, у всех конкретно, это 5-го декабря. Да. Какие еще вопросы есть? Да тут вопросов много, тут надо изучить его по пунктам. Потому что, допустим, пункт 1, план мероприятия по организации праздничных мероприятий. Участие молодежи в районе, район Окрелково в районах. Ответствие управа района. Участие молодежи. Значит, какая-то молодежная организация? Да, на сегодняшний день мы общаемся с неконечными... Ну, наверное, в этом написано. Молодежная организация ответственная. Вот, на сегодняшний день... Это грамма, это не привлекает, а ответит. Ну, хорошо, участие молодежи. Надо же молодежь конкретно указывать. Ну, на сегодняшний день мы не можем указать конкретную молодежь, потому что у нас сегодня в разработке положение молодежного совета, которое мы позже тоже вам представим. Ну, как вы знаете, я вступил в должность буквально 3 недели назад. Поэтому на сегодняшний день молодежный совет, вот данный план, который вам был представлен, это будет представлено молодежному совету для реализации его в рамках 70-летия. Александр Сергеевич, я предлагаю... Есть тоже вариант вопросов, которые я бы конкретизировал. Можно одну минуту, значит, извините. Я прерву вас и предложу такой вот, на мой взгляд, очень правильный вариант работы, продолжения работы над этим планом. Поскольку мы его получили, вот, скажем, горяченьким, значит, я предлагаю в письменном виде на электронную почту прислать нам ваши конкретные предложения. Пункт такой-то читать так-то, пункт такой-то читать так-то. А в основном, конечно, принимается такое предложение. Давайте проголосуем, единогласно. В основном, отрубить, кто-то должен... То, по правдам, по правдам, по правдам... Да, и с дополнениями, вот, по молодежной политике, которую вы выстраиваете, то есть это все в будущем, конечно. Могу проинформировать вас, уважаемые депутаты, вот сегодня присутствовал Виктор Петрович на этой встрече, и вот вторая встреча, скажем, проводится у правы. Вчера она проводилась с общественными организациями, сегодня с директорами школ проводилась, и все, в общем-то, касается вот именно работы с молодежью. Здесь нужны и наши будут усилия в организации этой работы, в помощи. То есть это только первые шаги. Как дальше, будем видеть и будем помогать, конечно. Спасибо. 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 Спасибо вам, Нариман Анатольевич. Спасибо. Так, переходим с вами к регламентам нашим. Значит, уважаемые депутаты, мы вот эти регламенты направляли вам давно. Для работы. Направляли давно, для работы заблаговременно. То есть не нарушили вообще никаких норм. И от вас на сегодня мы не получили никаких предложений. Да я более того могу сказать, что, наверное, предложений трудно было высказать, потому что работали над этими регламентами департаменты, между которыми вот будет проводиться вот это взаимодействие. Это очень непростые вопросы. Если вы читали, вы обратили внимание, что надо вчитываться в эти регламенты. Это будущее, по сути, наша работа очень серьезная. Поэтому вот у меня есть такое предложение. Мы по каждому регламенту с вами проголосуем, потому что, ну, зачитывайте. Как вы считаете, есть смысл? Нет, конечно, смысл. Значит, это не будет использовать в работе, в общем-то, по тем нормам, которые для нас прописаны. Да? Итак, уважаемые депутаты, прошу проголосовать по проекту решения об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства. Спасибо, единогласно. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов. Спасибо, единогласно. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы рассмотрели документы для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения полномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилому помещению, нежилой, многоквартирам, жилом доме. Это работа очень сложная. Вообще она ляжет на плечи наших комиссий. Я уже просматривала положение по комиссиям и, честно говоря, не завидую. Нам не завидую. И следующий регламент, это утверждение регламента реализации отдельных полномочий по согласованию места размещения ярмарок выходного дня и проведению муниторинга их работы. Вот на этом регламенте я вас прошу остановиться более серьезно, потому что в этом регламенте есть приложение, на которое нам необходимо будет обратить внимание. И буквально в течение, наверное, на следующей неделе мы с Тамарой Николаевной поработаем и подготовим график. Каждый депутат должен будет посещать ярмарку и составлять по той форме, которая у вас там есть. Вы должны создать группы этих человек. Вот, я и говорю, так эти группы надо создать еще. Я должна их создать, эти группы вам направить. И на основании вот нашей договоренности, значит, если у вас какие-то желания есть, вы можете между собой договориться. Я думаю, что вам, наверное, какой-то. Вот, мы предложение выскажем, а вы уже будете вносить коррективы. Значит, поэтому я прошу вас вот обратить внимание на приложение по этому вопросу. И в соответствии с этими приложениями мы с вами будем посещать ярмарки и отмечать, где какие нарушения мы увидели. И только по тем вопросам, которые прописаны вот в этом. Хорошо написано. Да, хорошо написано. Там единственное, что мы не можем с вами задавать вопросы. Вернее, задать вопрос мы можем, но особенно глубоко вникать в суть этого вопроса ценового. Мы все-таки с вами не уполномочены. Это же самый серьезный вопрос. Поэтому я предлагаю тоже утвердить, принять это решение. Спасибо. Так, следующий вопрос. Виктор Иванович, обращение депутатов. Уважаемые коллеги, мы с вами решили за активное участие в усилении депутатов полномочий города Москвы, при этом на закладу в Москве, 11 июля, 2017 года. Почти наших депутатов в размере 55 тысяч 714 рублей. Всех. Есть вопросы? У меня вопрос, поверь, Сергей, это все-таки некрасиво. Я объясню сейчас. Там дело связано с налогами. То есть сумма та же самая, но с учетом... Потом председатель и друг отчитает. Кто за данное предложение? Спасибо, голосовать. Есть. Все. Все, я согласен. Вы голосовать. Спасибо, я не успела глазу. Ходатайствуйте передо мной, чтобы я выпустил воспоряжение. Первый пример. Пожалуйста, Александр Васильевич. А по Алексею. Ну, главный коррупционер, откуда вырвались. Девочки, подавим вас, я вам расскажу. Конечно. Мы вам дадим сейчас слово. Нет. Ну, и вот по плану работы и по... И по... А, по планкам я еще... Бланкам. 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 Ну, здесь тоже присланы нам были определенные нормы. И вариантов других не предусматривается. То есть мы обязаны сейчас уже поработать по этому вопросу. и работать уже с 1 апреля в соответствии с нормами. Там и решение, и депутат. Сейчас у нас этих бланков уже почти нет. Да, распоряжение. Постановление. Ну, постановления там нет? Есть. Есть, да? Есть. А какие постановления? Мы все же делали. Мы проголосуем. Все нормально. Значит, по бланкам давайте мы утвердим решение. Давайте. Спасибо. Ну, и вот по плану, по плану, знаете, очень непросто было составить планы. Мы, конечно, от вас не запрашивали ваши предложения. В основном ориентировались на то, что необходимо будет нам принять в первую очередь. Напряженная будет работа. Опять же, она пойдет через комиссии. Это и положение, и регламент работы аппарата Совета депутатов. И, в общем-то, вопросы, связанные с нормативно-правовыми актами, регламенты опять же будут. Ну, и с бюджетом. Вот ее месяц у нас вопрос по бюджету. Это 100% будет. Кроме этих вопросов, естественно, возникнут и другие вопросы. Естественно. То есть мы постараемся как-то спланировать работу таким образом, чтобы не оказаться уж очень глубоко в каких-то пробелах. Вот в этом плане надо будет поработать. Есть предложение? Есть предложение утвердить. Утвердить план работы и график приема депутатов. И направить график приема. Прошу проголосовать. Спасибо. Уважаемые депутаты, повестка наша исчерпана. Я прошу не отключать камеру. Значит, я обязана всех еще раз проинформировать о том, что мы с 1 апреля начинаем работать в новом движении. Я прошу Александра Васильевича, ну как-то сюда подойдите. Мы уже подводили итоги Александра Васильевича. Саш, мы подводили итоги уже и много раз говорили о том, что все эти 10 лет работы, они, в общем-то, для меня лично не прошли даром. Я вам действительно благодарна за то, что вы научили очень многому. В основном, конечно, в рамках закона работать, и все ваши подсказки это просто неоценимая помощь. Вот, но, к сожалению, вот настал такой момент тяжелый, который трудно воспринимается. И, собственно, спасибо вам огромное. Можно я? Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, как вы уже знаете, уважаемые товарищи депутаты, два рабочих дня, не считая сегодня, что осталось мне быть в этой должности. Я поразмутинствовал и посчитал уже возможным, может быть, с этической точки зрения, совсем корректно, и, тем не менее, подписал распоряжение и взял на себя такую смелость в адрес депутатов направить благодарственное письмо. С вашего позволения я его озвучу дословно. Надо же, неожиданно. Вот такого. Борянская. Спасибо. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве, уважаемые коллеги, дорогие друзья, выражаю искреннюю признательность и благодарность на многолетнее эффективное сотрудничество и весомую поддержку депутатам местного управления Крюково трех созывов 2004, 2008, 2008, 2012 и 2012, 2017 годов. Высокое доверие, которое вы оказали мне на протяжении почти 10 лет возглавлять администрацию муниципального округа. Ваши рекомендации и предложения, конструктивный диалог, жизненный опыт, ответственное отношение к избирателям, чуткое и уважительное отношение к людям, компетентность, взвешенность принятия решений и личное участие в их выполнении, как на начальном этапе становления, так и в период последующего развития местного соуправления на территории муниципального образования, помогали мне и возглавляемому мной коллективу в реализации вопросов местного значения и полномочий города Москвы, принятых Советом депутатов в решении. Крюковчане отмечают депутатский корпус как консолидацию профессионального сообщества вокруг единых целей в решении важных социально значимых задач. Работать с такими людьми считал для себя большой честью. Выражаю надежду и уверенность на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество. Желаю депутатам исполнения всех планов и желаний, отличного здоровья и семейного благополучия, огромной энергии и оптимизма. Это распоряжение номер 36 от 24 марта. Ну что, я на начальном этапе разрешите вручить старейшине. В кабинете будет висеть, Алексей. Покажи на фотографию Виктора Ивановича. Ну, с Вашего позволения, разрешите мне довести еще одно благодарственное письмо. Глава Муниципального округа Крюкова, Марина. Уважаемая Илья Сергеевна, выражаю Вам искреннюю благодарность за многолетнее благотворное совместное сотрудничество в органах местного соуправления Крюкова. Хорошо сознаю, что Ваша природная мудрость, профессионализм и компетентность, организаторские способности, чувство долгой ответственности, доброжелательное, тактичное и уважительное отношение ко мне и сотрудникам, возглавляемого мной коллектива администрации муниципального округа в предыдущее время муниципалитета, способствовали хорошему и деловому взаимодействию и взаимопониманию на протяжении почти 10 лет. С депутатами местного соуправления, органами исполнителями власти, учреждениями и организациями Зеленограда позволили добиться некоторых успехов на должном уровне решать служебные задачи. Выражаю надежду на продолжение успешного сотрудничества на благо наших жителей и увеличение достигнутых показателей совместной работы. Желаю вам, уважаемая Вера Сергеевна, сотрудникам вновь созданного аппарата Совета депутатов, дальнейшего профессиональных успехов, здоровья, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия. Это уже распоряжение, правда, под номером 37. А так, уважаемые товарищи, ну вот, как можно выразить. Вера Сергеевна сказала, заброшу вводить кабинет. Неправда. На словах, я хочу сказать, конечно же, мне повезло работать с коллективом депутатов трех созывов. Вот, еще, начиная с четвертого года. Ну, некоторые из вас во всех трех созывов побывали, а некоторые просто, если так можно сказать, новенько, хотел же уже новенькими, наверное, называть. Но, тем не менее. Поэтому, конечно же, большое вам спасибо. О каждом из вас можно было бы сказать очень многое. Каждый из вас вкладесь в мудрости, энергичности и вообще просто приятные люди во всех отношениях. Понимаете? И в этой части, вот, лично для меня, вот, работая в том плане, в каком она была, сложилась, это у меня большой кусок времени, который, в принципе, я отдал активно. Третий этап трудовой деятельности, если так можно выразиться, вот, у меня такое прошло в местном самоуправлении. Поэтому большое спасибо. Вот, общечеловеческое. Спасибо за поддержку, за взаимопонимание. Ну что еще, завтра приглашаю на субботник по перевозу опеки, передаст у него как-то. Ну, так мы его назвали, поскольку нам уже не будет опеку управления, в СОБЕС привозить. С той стороны, то крыло здания будет освобождаться от помещения управы. Аппарат Совета Депутатов будет дислоцироваться больше с этой стороны. Вера Сергеевна, кабинет там, где я сейчас сижу. Вот этот зал заседания будет в совместном, если так можно, с управой района. С управой района. Ну, тут еще будет оставаться комиссия по делам несовершеннолетних, наши спортсмены. И меня тоже обещают взять в 1 апреля на должность в Зангору управу. По вопросам спорта и КДН. И ветеран. Спорта? Ну да. Звучит ДТО готовится. Все сотрудники, ну я тогда вам просто для сведения хочу сказать. Четыре сотрудника переходят в Совет Депутатов. Один сотрудник из опеки уже в январе месяце ушел в управу района, это Семенихина Елена Федоровна. Один сотрудник, ответственный секретарь КДН, Сахнова Елена Вячеславовна, она ушла замом директора культурного центра, ну не культурного центра, клуба «Радуга». Знаете, в 10-м районе такой же? Он сейчас в целом под ДК «Зеленоград». Дальше, Елена Анатольевна, как мой заместитель, переходит работать в управу района на должность начальника отдела потребительского рынка услуг. Могу в должности чуть-чуть ошибиться в названии, но суть такова по рынку. Значит, Федоренко, ему предложили тоже должность начальника отдела, оргадела в управе района. Дальше, опека в полном составе, главе Галины Владимировны Калыковой, переходит в управление соцзащитой, ну по функционалу. А 4 человека? Нет, у нас по штату 10 человек, переходит 9, ну переходит 100%. Я подчеркиваю, по штату в наличии, у нас имелись вакансии, связанные с этой вот ситуацией. Не хорошо, чтобы по большому счету они были в этой части. Значит, но одну должность, насколько я понимаю, за счет этого забралась Сафонова себе в окружное управление соцзащитой. Надеюсь, что тобой Галина Владимировна. Нет, я думаю, что забрали туда должность главного специалиста, а Галина Владимировна зачем никакого. Есть еще один вопросик, давайте мы закроем. А я же еще информирую на роде. Закрыть видео. А, видео. Да, и потом поговорим. Да. Ну, все остальное. Спасибо. Ну, короче, все пристроены, все остаются в пределе. Два директора клубов на днях завтра, после завтра, ну, пределе, наверное, скорее всего, будут назначены директорами, но уже распоряжением префекта. В прошлом году назначались распоряжениями главного права, в этом дадут подход несколько лет. Александр Васильевич, вот от имени нас всех мы, конечно, еще раз хотим вам сказать за такое вот неожиданные слова благодарности. Я думаю, что всем очень приятно слышать и за высокую оценку, чего, может быть, мы и не очень достойны, порой бываем. Но вам отдельное спасибо за то, что вы оказывали такую помощь. Вот ваш кабинет в любое время, можно сказать, суток был открыт для депутатов и для коллектива. Для коллектива все было тоже понятно, что если обращается и приходит депутат, значит, все должно быть на высочайшем уровне. Ну вот, время дает нам отбой, к сожалению. Спасибо вам еще раз огромное. И в заключение я хотела бы вот в разном проинформировать тоже уважаемых присутствующих всех о том, что у нас 20 числа состоялась встреча. Многие из вас были на этой встрече в Совете Федерации. Встреча, на мой взгляд, очень полезная была. Я не буду пересказывать, что там было и как это было. В общем, уровень достаточно высокий. Я хочу остановиться вот на одном моменте. Вот у меня есть в руках отчет члена Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Драгункина Зинаи Федоровны. Вот в таком оформлении я веду, наверное, понимаете, к чему? К нашим отчетам. Вот вы знаете, я посмотрела вот этот отчет и поняла, что, в принципе, мы с вами грамотно делаем отчет. Вот статистика необходима, но вот отсюда можно взять, что на вооружение, на будущее. Все-таки мы отчеты должны с вами раскрывать каким-то образом, более конкретные моменты, рассказывать об этом. Вот очень неплохо, мне кажется, вот раскрывает один только блок работы Виктора Петровича в своем отчете получилось. И это очень правильно, потому что, если почитать вот все отчеты, то будет как раз складываться такое представление о работе депутатского корпуса. У кого-то другие какие-то моменты очень хорошо проходят, например, в заседании комиссии. То есть, вот те, кто еще не сделал отчет, остается два дня, я напоминаю вам, но постарайтесь, а можно еще и в дальнейшем дополнить вот эти отчеты с учетом. Здесь и фотографии тоже используются, в общем, и выступления различные. Вот такая форма нами может быть использована. Значит, это не почта? Нет, это печатные варианты, это посмотреть здесь можно. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами закрываем наше заседание. Я благодарю вас всех за работу и надеюсь, что в дальнейшем мы с вами продолжим так же работать. Мы будем приглашать тех людей, ну, судя по тому, какая повестка будет, безусловно, я уверена, что Александр Васильевич будет присутствовать на наших заседаниях по вопросам отдельным. Затем я разговаривала с Дмитрием Витальевичем по поводу комиссии. Вот у нас многие комиссии ведь волей-неволей они уходят в управу. Вот эта комиссия, например, Невзорова Владимира Викторовича, ну, уж там как управа решит, конечно, будет ли эта комиссия работать. Но я понимаю, что на сегодняшний день у них в мыслях это есть. Поэтому, если не мы, не вы сюда, так мы к вам в любом случае на разные комиссии, на разные совещания будем присутствовать. А уж на мероприятиях-то мы всегда будем вместе. И у нас задача еще одна стоит, уважаемые депутаты, подумать и о местных праздниках, какие местные праздники мы оставим, какие ли мы все оставим местные праздники за собой. То есть впереди огромная работа, которая требует времени, сил нашего общего решения. И поэтому вот таким образом спасибо всем за внимание. Еще раз огромное и закрываем ножки. Спасибо.